Здравствуйте, меня зовут Андрей Широков, Клуб Эфля, природоцелитель. Мы с моим коллегой Дмитрием сейчас обсуждаем вопрос, что такое видовая пища и как можно не по книжным знаниям, а определить для себя, что все-таки хочет твое тело. Но желательно, чтобы оно было максимально очищенным, иначе там вместо тела могут говорить совсем другие агенты, те же паразиты, которые хотят свою еду. Представим, что мы очищены, и вот нужно, собственно говоря, все существа на планете без всяких книжек как-то определяют свою видовую пищу. И вот скажи, Дима, как ты бы сейчас определил, что для тебя является видовым питанием? Дай какой-нибудь алгоритм, что делать? Выйти из дома и где найти свою видовую пищу? То есть видовое питание, понимаешь, да? То есть у сверчка это одно, у гепарда другое. И они, вот, каждое существо, вид точнее, да, знает свою видовую пищу. У гнивостной бактерии, там это разложенное термически, например, там мясо, да, у дрожжей это, может быть, клейстер. Ну, также есть и, скажем так, и падальщики, там всякие бактерии, грибы, которые перерабатывают и сырые продукты тоже, да, там и фрукты, и овощи, и сырое мясо тоже гниет. Ну, все-таки вот вопрос к тебе. Как ты вот определишь свое видовое питание? Ну, скажу так, чем чище человек становится, тем меньше ему требуется пища, и тем натуральнее ему хочется пищу принимать. Но без очистки, просто так, очень трудно перейти. Но мы не понимаем, куда нам переходить. Нам никто официально, ты, наверное, догадываешься, никто нигде не напишет. Я понимаю, просто не захочется принимать живую пищу, допустим, тот же финик, или, допустим, что там, курагу какой-нибудь, либо авокадо тот же, тоже авокадо. То есть, сразу не получится, то есть не захочется. Ну, а хорошо, это мы идем уже от того положения, в которое нас загнали определенными программами. Но мы же можем помедитировать и представить, что вот мы родились, нас кормили грудью, и далее, вот, к примеру, нам забыли сказать, что именно нужно есть. Вокруг все вот растет, бегает. И вот как все-таки человеку, как ты считаешь, определить, какой алгоритм в природе видового питания? Вот если бы с самого рождения нас приучали к этому, либо вообще бы ничего бы не делали, действительно. Вот еда, вот деревья, вот фрукты. Это совсем другое дело. Ну, здесь на это тебе люди скажут, что, например, там... Приучали к вареной пище. Да, но, к сожалению, тебе на это люди скажут, вот мы, например, на Урале или в Петербурге, и там на деревьях практически ничего хорошего нет. И очень короткое время. Яблоки да рябина, да тыква. И, как бы, здесь тонкий очень момент, потому что, ну, такие условия, как бы, и ландшафтные погоды, они менялись, скорее всего, да. Ну, сейчас об этом очень много, как бы, наука рассказывает, предполагает. И здесь такой непростой момент. И я вот просто хотел от тебя услышать про алгоритм. Я думал, что ты все-таки скажешь, что... Ну, представим, что все растет уже, да, благодаря логистике. Вот все есть. Вот я хотел обратить внимание, что видовое питание для любого существа – это то, что ему хочется в нативном виде. И то, что его... после чего ему хорошо. То есть оно, ну, дает энергию. Конечно, нужно сначала чуть-чуть потратить энергию на переработку. Но в конечное энергетическое сальдо положительное. То есть, а значит, это существо становится все здоровее. Оно не может болеть на такой еде. Потому что раз еда такая дает энергию, на эту энергию можно себя исцелять самому, да. Поэтому я думал, что ты вот скажешь именно про то, что это должно быть... Вот этот субстрат пищевой, он должен быть добываем. То есть мы можем руками, зубками, без любых инструментов это как-то добыть. Дальше это вкусно, это приятно, это хочется без всего. То есть если мы взяли кролика дохлого и этого хочется съесть, то это наше рядовое питание, понимаешь, да. И это дает нам и не только радость, но и как бы много энергии. Вот как, что ты видишь по этому алгоритму? Ну, не захочется среди статистическому человеку на обычном... Это ты говоришь человеку, который уже заправлен, как бы... Да, да, ему не захочется что-то в нативной, естественной, природной форме принимать, понимаешь? Ну, на это у нас с тобой есть программы, которые мы применяем и которые отработаны, в том числе и на мне. Мне тоже ничего не хотелось. Ты прекрасно помнишь, что ничего живого я не ел. Да, но у тебя произошла перестройка организма. Она произошла благодаря чисткам антипаразитарным, фиточисткам, гемопатической чистке и моему намерению жить вне зависимости от вот этих вот патогенных бактерий, грибков, вирусов, простейших червей. Я шел, по сути, через паразитологию. Я не думал о еде, но мне не нравилось то, что, по сути, я уже не полностью, скажем так, руковожу в своей внутренней среде. Я уже не настоящий бог своего внутреннего мира. И здесь вот этот ролик, мы на этом и закончим, на том, что, конечно же, мы с тобой понимаем, как это непросто вернуться именно к осознанию, что для тебя видовое питание, в книжках этого все равно специально тебе никто не напишет, да, и ты в это и не поверишь. Не поверишь, пока твое тело само тебе к этому не проведет. И здесь вот как бы мы можем помочь через программы очищения, они как физические, так и метафизические. То есть нужно это совместно задавать и намерение к очищению, работать над программами внутренними, ментальными, эмоциональными, и параллельно с этим помогать телу избавляться от грязи, от пищи паразитов. И тогда тело само будет подсказывать то, что... Да, и будет, извините, я перебью, будет уже в процессе тянуться к живой пище. Ну, мы можем даже это никому не говорить, к чему оно там будет дальше тянуться. Мы можем просто сказать, вы узнаете, что нужно вашему телу, свободному от гостей. Вот что будет, то и будет, тело вам все подскажет. Это случилось со мной, с тобой, это происходит с другими, кого мы наблюдаем. И, как бы, здесь очень важно подчеркнуть, что мы ничем не лучше других. Вот я все время настаиваю, что мне, как и всем, дан вот это тело, скафандр, да, для воплощения на земле. И настаиваю, что я не наюту ничем не лучше, вот по физике, на физическом плане, чем у хоть кто-то. Поэтому, если это случилось со мной, как и с другими, да, кого мы с тобой наблюдаем и видим, то, значит, на это может рассчитывать каждый. Это очень важно. Вот на этой замечательной ноте я хотел бы попрощаться. Меня зовут Андрей Широков, это Клуб Эйфляр. Спасибо вам большое за внимание. До свидания. До свидания.